Праздник активных, талантливых и амбициозных. В последнюю субботу июня в России отмечают День молодежи. Ежегодно в честь виновников торжества устраивают концерты, фестивали и тематические встречи. И этот год не стал исключением. Как Люберецкая молодежь отметила свой праздник, покажем в следующем сюжете. День молодежи по работе с молодежью и администрацией городского округа Люберцы решили сделать такой праздник Urban Fest Люберцы. И собрали здесь технологии будущего. На сцене для ребят выступят музыкальный лейбл из Нижнего Новгорода и современные московские и питерские диджей-группы. Изюминка фестиваля – выставка тюнингованных машин. Более ста участников сообщества Time to Fest привезли из Москвы и разных уголков Подмосковья свои необычные автомобили. Илья Афенкен украсил транспорт изображением главного персонажа знаменитого мультсериала. Тюнингом своего авто молодой человек занимается уже три года. Ну, она была белая поначалу. Сразу же, естественно, выводила сок, покупка порогов, губы, бампер. Это все дело тоже привозилось оттуда, здесь монтировалось, ставилось. Потом были диски, потом как раз стойки пневму поставил. Это, наверное, одно из самых долго думающих, что у меня было. И на белой машине катался. Да, было спокойно, но особо она меня не привлекала. А всю жизнь мечтал машину обклеить в пленку. И персонаж Джинкс. Мне всегда был симпатичен. На нее всегда оборачивают, всегда смотрят. Особенно реакции молодежи, студенты, школьники. Для них это прям просто. Они по-другому вау, кричат, подбегают. Эмоций дарит много. Прям вот сам радуюсь даже. Виновников праздника чествовали на большой сцене. Благодарственными письмами главы городского округа Люберцы отметили самых активных студентов-волонтеров. Если честно, я не ожидала, что мне, естественно, выдадут. Я думаю, может так, приду, помогу. Ну и в принципе, все. А тут вот такой подарок. Я всем желаю счастья, здоровья, быть в достатке. Если кто учится, то сдавать сессию, курсовые и дипломы на положительные оценки. Отметили и тех, кто преуспел в спорте. Во время фестиваля состоялось вручение золотых знаков отличия ГТО. Заслуженные награды получили те, кто работает с молодежью. На протяжении всего праздника гостей развлекали лучшие творческие коллективы. А в перерывах между выступлениями артистов – конкурсы, медиаквесты и розыгрыши призов. В программе фестиваля также было дрифт-шоу. Уиза и Гязарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова